Всем привет, девчонки и мальчишки! Добро пожаловать ко мне на канал! Сегодня у нас с вами будет обзор из магазина Ермолина. Я знаю, вы его просили, вы его ждали. Да мне и само интересно посмотреть, что там. До этого как-то у меня была рубрика «Весь день ем». В принципе, там всё было неплохо, а даже очень хорошо. Но на этот раз я зашла, купила, значит, всё у меня в пакетиках разбросано. Но мы сейчас с вами всё соберёмся тут в кучу, как тряпочки соберёмся, всё пожарим, приготовим, мы уже будем всё аккуратненько дегустировать. Тут я взяла блинчики у меня с печенью и попроще, и подороже. По-моему, ещё с творогом. Но я всё сфотографировала, чтобы их не попутали, где какой-то у них в холодильнике лежали. Я вам сейчас фотографию покажу. Вот такие блинчики, потом перемешки разные на пробу, несколько видов. Один сырник и чебурет ещё. Не стала много всего брать, потому что... Ну и так тут много всего, а то ещё объемся. По два блинчика брала. Так, значит, всё, я потратила 154 рубля на всю эту закупку. И сейчас я это всё приготовлю. Блины мы с вами пожарим на масле, на сковородке, как положено, чтобы всё это было вкусно. Пельмени сварим в подсоленной воде 10 минут, всё как положено. Вот, и тогда уже с вами разберёмся по ценникам и по составам. Меня не теряйте, я пока тут всё это приготовлю. Ну что ж, я вооружилась вилкой, теперь приступим к пельменям. Первое мнение. Ничего не разварилось, всё очень хорошо, запах приятный. Нет никакой вонючести, ничего такого, всё, в принципе, хорошо. Так, ну давайте начнём с пельмешек. Сытные, 155 рублей килограмм. По начинке мы видим, что она тут однородная, хорошая начинка. Ничего плохого в ней, как бы, на первый вид нету. И соотношение теста и начинки довольно-таки неплохо. Всё, так сказать, в норме. Нет такого, что куча теста и маленькая начинка. Всё нормально. 155 рублей килограмм. Ну, скажу так, чё-то как-то на троечку. Мне они, не скажу, что они вкусные, не скажу, что вкусные. Для меня это 3 балла. Ну, вот так их оценю. Составы у них висят на коробочках, именно на самой продукции. В общем, если нужен состав, подошли, почитали, либо сфотографировали и разобрались. Но, хочу сказать так, состав в пельменях, вот те, которые я взяла, практически, практически везде одинаковые. Значит, вот сытных идёт у нас тут говядина, мясо птицы, мехобвалки, вода, мука, соевая, свинина, соль, усилители вкуса, ароматы, перец, чёрный молотый. Всё, вот, в принципе, вот такой состав. Мне не нравится то, что мясо мехобвалки, но, с другой стороны, за 155 рублей, что я хотела, да? Ну, нормально, скажу, на 3 балла я их оценила, в принципе, норм. Так, дальше у нас идут пельмени по-сибирски, тоже выглядят прекрасно, соотношение начинки теста очень хорошее, начинка однородная, прелестная. Одна и та же начинка, по составу начинка один в один, только разное тесто. Вот так, друзья, и по цене они почему-то дешевле, 129 рублей, но, видно, муки побольше добавили, вот и всё, или мясо мехобвалки. Те же самые пельмени, что и тут, один в один, я не скажу, что они даже разные. Вот такой у Ермолина маркетинговый ход называется. Значит, состав один и тот же, форму разную немножко сделали, эти такие, эти такие, и всё, пожалуйста, вот вам новые пельмени. Ну, по цене немножко ещё подешевле, а так смысл тот же. В общем, эти пельмени я оцениваю тоже на 3 балла, ну, такое себе, тоже тут говядина, вот состав я написала, мясо птицы, мука, соевая, свинина, соль. Один в один, то же самое прям, под копирку. Дальше у нас Ермолинский, эти уже 165 рублей за килограмм, и они выглядят, как наши привычные домашние пельмешки. Соотношение теста-начинки тоже, начинка тут уже выглядит немножко по-другому, но совсем чуть-чуть, она немножко посветлее. Ну, что, теперь попробуем. Ну, и по вкусу эти мне тоже понравились больше, да, эти немножко будут повкуснее, 165 рублей за килограмм, в принципе, неплохо. Состав у этих пельменей точно такой же, не подкопаешься, всё один в один, поэтому даже нет смысла и его читать, всё то же самое. Так, ну, выбирая между Ермолинскими по-сибирски и Сытный, я бы выбрала всё-таки Ермолинские, они мне больше по вкусу пришлись. Но все пельмени я пока оцениваю на 4 балла. Ну, в принципе, неплохо, как палочка-выручалочка, вполне себе сойдёт, и цены приемлемые, нормальные пельмени. И теперь у нас хинкали сочинские, 163 рубля килограмм. Тут состав тот же самый, один в один, просто добавлено ещё зелень. Но видно, что начинка, да, есть с зеленью, и соотношение теста и начинки всё нормально. Так, ну, что, теперь попробуем их половинку. Ну, что, пробуем. Как по мне, не хватает немного специй и приправ, и солички было бы вообще отлично. Так, а по вкусу мясо точно такое же, что и в этих пельменей. Прям один в один, и по составу тоже. Говядина, вода, лук, мясо, птицы, мехобвалки, зелень и усилители вкуса и аромата Е621. Всё, всё то же самое. Только названия разные, ценники. А так, всё тоже. Так, сырник. 177 рублей килограмм. Состав их я не нашла, сырники с изюмом. Давайте теперь попробуем. Ну, сковородочки я его обжарила, вкусненький, вкусно пахнет ванилином. Сырник вкусный, мне понравился. Но единственное, что он мягкий, вот как, я не знаю, как пастообразное какое-то. Нет в нём такой вот упругости. Скорее всего, творог это заменитель. Но, в принципе, неплохо. Очень вкусные, сладкие. С изюмом самое то. Да, с пельменями разобрались, но вопрос в голове застрял. Почему всё одно и то же, только названия разные, цены, да? А так, в принципе, я имею в виду начинку, всё одно и то же. Так, ну а теперь приступим к следующему вкусному добру. Это к блинчикам. Давайте сначала начнём с печенью. А с творогом у меня ещё тут тоже 2 партии. И ещё чебурек есть. Так, у меня есть просто с печенью блины и есть с печенью маминой. Разницы особо нет. Эти только немножко побольше размером, эти поменьше. Вот, по составу, по начинке всё то же самое. Блинчики с печенью маминой по составу печень говяжья, лук, говядина, мясо птицы, спред растительно-жировой, растительные жиры и масла, соль, сахар, сарбаткалия, сарбиновая кислота, ароматизаторы, масла, сахар, перец чёрный, усилитель вкуса Е621. Довольно-таки много всего, да, одной печенью её не отделались. Всё ясно, как всегда, просто вместо говядины печень и всё. Ну, теперь попробуем. В принципе, соотношение теста и начинки нормально, для полуфабриката это нормально. И само тесто по себе выглядит красиво, сам блинчик очень красивый. Блинчик сладкий, не солёный, и начинка из печени тоже вкусная. Мне этот блинчик понравился. Прям отлично, я бы сказала, килограммчик бы навернула. В общем, блины из печени у маминой отличный вариант. Они 164 рубля килограмм стоили. 5 баллов ставлю. Классные. Блинчики вкусненькие. Ну, теперь, скорее всего, тут блины все одни и те же по составу. Я имею в виду и по состоянию. Ну, теперь просто с печенью я, конечно, не вижу разницы особо. И по начинке видно, что они тоже одинаковые. Мы сейчас их разворачивали, смотрели. Тоже соотношение теста и начинки нормально. Теперь пробуем. Эти блины то же самое, что и с печенью, просто что и мамины. Один в один. Начинка такая же. Блин, вообще один в один. Только размер другой. Я вот не понимаю, зачем делать разные названия, разные ценники, а содержимое одно и то же. Ну, зачем? Ответьте мне на этот вопрос. Я не понимаю, что они творят. Так, теперь у нас... А, чебурек попробуем, потом сладеньким дадим. Чебурек у нас. По тесту мне вот тесто больше напоминает, как вот идёт на пельмени и на вареники. Какое-то оно не чебуречное, что, скорее всего, раз они это практикуют, везде одно и то же класть, то, скорее всего, тут такое же тесто. Начинка тут идёт. Говядина, вода, лук, мясо птицы, свинина, мука соевая. Ничего не напоминает? Соль, зелень, мука ячменная, усилитель вкуса, перец чёрный молотый, пельмени, кинкали. Всё одно и то же, да? Всё то же самое. Ну, ладно, теперь попробуем. В жареном виде всё равно нужно быть вкусно. Тут уже соли хорошо добавили, он такой ядрёный, солёный. В принципе, неплохо. Но соли немного переборщили. Чебуреки стоили 145 рублей килограмм. Тесто это не чебуречное, как я и сказала, это пельменно-варениковое, так скажем. Ну, начинка то же самое, просто жареные пельмени в виде чебурека. Вот и все дела. Ну, 3 балла ему ставлю, потому что, ну, это не чебурек. Совсем далеко нет. Теперь дошли до сладенького. С творогом у нас есть лакомка. И с творогом тоже мамины. Блины мамины, они такие маленькие, аккуратненькие, хорошенькие. И начинка тоже у нас там, достаточно её, кстати, много для такого блинчика. Они у нас стоили 150 рублей килограмм. Сам блинчик точно такой же, как идёт из печени. Я имею в виду тесто блина. А начинка та же, что у нас и была в сырниках. Всё то же самое, только без изюма. Творожная масса вся точно такая же. Один в один, но вкусный блин мне понравился. Удобно его есть. Раз-два и уже съел. Маленький такой. Неплохие блины. Очень даже достойные. Для полуфабриката вкусные начинки достаточно. Эти мне блинчики тоже понравились. Я им поставлю пятёрочку. Классно. И просто обычная лакомка блины. По начинке видно, что она такая же, как и тут. Прямо один в один. Тоже вопрос в голове, зачем всё то же самое делать. Ну что, теперь их тоже попробуем. Единственное, что вот форма, а не другое всё. А так, если развернуть, то даже блин по размеру тот же самый будет. Нет, тут я хочу сказать, по творогу немножко он другой. Он немножко пожиже, как такой вот сметанковый продукт какой-то. И тут чувствуется, что он не настоящий. Тут сахара немного. А тут он прям сладкий-сладкий, мамин. Он прям очень сладкий. А тут с сахаром меньше лакомка. Хотя лакомка. Но сахара меньше. Этот блин мне не очень понравился. Вот мамины больше, а эти не очень. Лакомка стоили 135 рублей килограмм. Если выбирать между мамины и с лакомкой, лучше выбрать мамины, чем лакомку. Потому что у меня вообще как-то не очень начинка. Ну вот чувствуется этот творожный продукт, который сделан из всяких масел, из заменителей. Он прям там чувствуется. Нет. Отстойные блины мне совсем не нашли. Не очень-то. Мне, если вам нравится, ради бога, покупайте. Но я там своё мнение выношу. Мне они не понравились. Ну что, друзья мои, сегодня мы с вами сделали обзор нескольких позиций. Это пельмени и блинчиков от Ермолина. Что хочу сказать теперь, подводя итог. У них всё одно и то же, вся одна и та же продукция. И у них там есть какая-то ещё элитная. Это я уже на кассе её увидела. Но, скорее всего, я её куплю в следующий раз. Попробуем. Там уже я увидела по-другому составы. А тут составы одни и те же. Тесто одно и то же. Только разные названия и разные виды этих полуфабрикатов. Там блинчики так завернули, пельмешки так слепили. Тут чебурек сделали. Тыры-пыры-растопыры. Вот у него новая продукция. Ну, зачем, я не понимаю. У них там тысяча наименований. Куча всего. Ну, а по факту всё одно и то же. Только цены разные. Ну, кое-где там муки добавили, мясо птицы. Ну, даже вот состав читающий всё так же. Ну, вы же сами видите. Сами мы в этом с вами убедились. Ну, что, друзья мои. Надеюсь, я вам сегодня помогла. В принципе, от Ермолина у меня неоднозначное такое мнение. Хочу вам сказать. Так, 50 на 50. Нужно знать, что брать. Это мы с вами будем выяснять. Я надеюсь, я вам сегодня помогла. Буду с вами прощаться. Увидимся с вами скоро. Всем пока-пока. До скорых встреч.